Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня нам предстоит изучать практику маркетинговой деятельности. Дело в том, что сегодня огромное значение придается именно практическим аспектам реализации тех теоретических знаний, которые мы получаем в процессе учебы. Поэтому я в ходе подготовки к практическим вашим занятиям и, конечно, в том числе и к написанию будущего диплома. Мы рассмотрим те важнейшие вопросы маркетинга, которые в рамках отведенного времени у нас будут, с которыми вам предстоит встретиться в вашей практической деятельности. Потом вы получите задание, на которое вы должны будете ответить. Итак, к плану нашего занятия. План – это, прежде всего, первое – особенности терминологии маркетинга. Второе – практика ценообразования. На этот вопрос я обращу особое внимание, потому что именно ценообразование является важнейшим элементом практики маркетинга. Третье – свод-анализ. Четвертое – технология сегментации и позиционирования. И, наконец, задание. Итак, к первому вопросу. Особенности терминологии. Дело в том, что в маркетинге множество различных терминов, и нужно знать отличия одного от другого. Мы знаем нужда, потребности, запрос. Мы знаем матрицу ансов, мы знаем с вами свод-анализ, мы знаем концентрированный, дифференцированный, недифференцированный маркетинг и так далее. И поэтому в ходе подготовки к практическим занятиям и в целом в курсе обучения необходимо тщательно изучать, даже запоминать, потому что в тех тестах, которые будут вам представлены для проверки ваших остаточных знаний, обязательно будет знание определенных терминов. Ну, в этой связи, конечно, я не могу сейчас все термины вам называть, но хочу назвать некоторые, которые, казалось бы, очень похожи друг на друга, но в то же время они качественно отличаются. Вот, скажем, такие понятия у нас, как нужда, потребности и запрос. Потребность – это нужда, скажем, принявшая специфическую форму в соответствии с культурным укладом и личностью индивида. А запрос – это потребность, подкрепленная покупательной способностью, то есть располагаемыми денежными средствами, которые потребитель может потратить на удовлетворение потребностей. Товар – это все, что может удовлетворить потребность, и предлагается рынку с целью привлечения внимания, приобретения, использования или потребления. Что касается обменом, это акт получения желаемого объекта от кого-либо с предложением что-либо взамен. Сделка – коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами. Передача отличается от сделки и касается подарков, субсидий, благотворительных акций, она тоже является одной из форм обмена. Рынок, по определению маркетологов, это совокупность существующих и потенциальных покупателей товара. Ну и, наконец, то, что касается, вот первое самое понятие, как вы видите на слайде – нужда. Это чувство, ощущаемое человеком нехватки чего-либо. Я обращаю ваше внимание на эти знакомые вам термины, с тем, чтобы внимательно подошли к пониманию отличий каждого из них, потому что иначе мы не сможем с вами качественно ответить на предлагаемые тесты, которые лягут в основу оценки наших знаний. Теперь такой тоже в тестах часто встречается вопрос, как концепции маркетинга. Концепции маркетинга, надо сказать, хотя они меняются, так сказать, в историческом процессе, и одна приходит на смену другой. Но, тем не менее, в каждой из них есть существенные различия. Например, существует концепция совершенствования производства. Эта концепция состоит в том, что потребители будут покупать товары, которые широко распространены и доступны по цене. И организация должна сосредоточить усилия на совершенствовании производства и системы распределения. Концепция совершенствования товара – это второй пункт на вашем слайде. В соответствии с данной концепцией, потребители будут покупать товары наивысшего качества, с наилучшими эксплуатационными свойствами и характеристиками. Следовательно, фирма должна сосредоточить усилия на постоянном совершенствовании товара. Наконец, концепция интенсификации коммерческих усилий. Эта концепция состоит в том, что потребители не будут покупать товары организацией в достаточных количествах, если она не предпримет значительных условий в сфере стимулирования сбыта. Для реализации этой концепции часто используется агрессивная и назойливая реклама. Концепция чистого маркетинга. Данная концепция утверждает, что залогом достижения цели организации является определение потребностей целевых рынков и обеспечение желаемой удовлетворенности потребителей за счет использования более эффективных, чем у конкурентов, способов. И, наконец, последняя в этой иерархии современная концепция социально-этичного маркетинга. Ее суть в том, что в соответствии с данной концепцией задачей организации является установление потребностей целевых рынков и обеспечение желаемой удовлетворенности потребителей более эффективными, чем у конкурентов, способом при одновременном обеспечении благополучия общества в целом. Вот на это хочу обратить ваше внимание, что именно обеспечение и как консолидация и интересов потребителей, и благополучия интересов всего общества и отличает концепцию социально-этичного маркетинга. Теперь мы переходим к второму, как мне представляется, узловому моменту в практической деятельности любого маркетолога. Здесь мы рассмотрим целый ряд факторов, которые воздействуют на выбор того или иного метода образования и как это на практике, как анализируется выбор, как выбирается тот или иной метод. В самом общем плане, что касается методов установления цен, это бывают такие методы, как метод средней издержки плюс прибыль, обеспечение целевой прибыли, учет фактора ценности товаров или основа текущей цены. И, наконец, последний этап – это установление окончательной цены. Здесь есть очень интересные моменты. Вот, скажем, я остановлюсь на решении такой задачи, как установление цены на основе ощущаемой ценности товара. Как вы видите, здесь у нас уже привлекаются чисто психологические факторы. Допустим, цена товара А – 70 тысяч рублей. Наценка за долговечность – 5 тысяч рублей. Наценка за комфорт – 5 тысяч рублей. Наценка за более длительный гарантийный срок – еще 5 тысяч рублей. Итого 85 тысяч рублей. Но мы, как маркетологи, зная рынок, считаем, что надо дать скидку покупателя 7 тысяч рублей. И окончательная цена у нас будет – 77 тысяч рублей. 3 тысяч рублей. Валовые издержки у нас здесь составят 7 миллионов рублей. А цена, обеспечивающая безубыточное производство – 70 тысяч рублей. Следовательно, чтобы получить целевую прибыль, как мы сказали, целевую прибыль в размере одного миллиона рублей, нам надо повысить цену на 10 тысяч рублей. Вот мы с вами рассмотрели ряд некоторых возможностей ценообразования. Ну и что касается последнего из указанных – это, скажем, установление окончательной цены. Перед назначением окончательной цены нужно учесть следующие факторы. Первый – психология ценовосприятия. Второе – политику цены предприятия. И третье – влияние цены на других участников рыночной деятельности. Психология ценовосприятия. Что это такое? Многие потребители рассматривают цену как показатель качества. Установление высокой цены оказывается особенно эффективным, применительно к престижным товарам. Кроме того, считают, что цена должна быть, ну, как-то выражаться неокругленным числом. Это вы сами уже заметили часто во всех магазинах. Когда, скажем, цена на плеер стоит не 400 рублей, а 399. И для многих потребителей он будет, этот плеер, ценой выше 300, а не 400 рублей, и выше. И, конечно, предполагаемая цена должна соответствовать политике цен предприятия. Эта политика формирует желательный ценовой образ, определяет скидки с цен и меры, принимаемые в ответ на ценовые маневры конкурентов. Конечно, на цену могут влиять и другие участники рынка. И оценивая это влияние, нужно получить ответы на следующие вопросы. Как отнесутся к нашей политике цен наши посредники, дистрибьюторы, торговые агенты? Не поднимут ли свои цены поставщики, не будут ли государственные органы препятствовать торговле товарами по этим ценам? А теперь мы перейдем тоже к вопросу нашего плана, к практике ценообразования, к такому важнейшему, фундаментальному подходу, маркетинговому подходу к ценообразованию продукции фирмы. Здесь будет целый ряд слайдов. Вот логическая схема маркетингового подхода к ценообразованию однородной продукции фирмы представлена на данном слайде. Я вам его зачитаю. Сначала первый этап – это проектирование и анализ кривой спроса. Второй этап – оценка эластичности спроса по ценам. Третий – анализ динамики валовой выручки фирмы. Четвертый – анализ структуры издержек, постоянных и переменных. Пятый – анализ динамики валовой прибыли. И шестой – выработка ценовой стратегии и проектирования цены товара по жизненным циклам товара. Обратите внимание на это понятие – жизненный цикл товара, постоянно встречающийся в маркетинге и оказывающий воздействие как на цену, так и на общую стратегию фирмы. Итак, на данном слайде была представлена схема исследования ценообразования маркетинговый подход. Для того, чтобы нам реализовать предложенный подход, необходимо построить кривую спроса. Если известны динамика объема выпуска реализованной продукции Q, откладываем здесь, и соответствующая динамика цены за единицу продукции – это P. Большинство кривых спроса стремится вниз по прямой или по вот такой выгнутой линии. Вот данный рисунок, вот такой прямой, характерен для большинства товаров. И если у нас фирма поднимает цену с цены с уровня P1 по P2, то, естественно, у нас меняется и объем продаваемой продукции. Далее, на следующем этапе, мы должны оценить эластичность спроса по ценам. Важнейший момент в практике маркетингового ценообразования. Итак, второе – проанализировать эластичность спроса по ценам. Для этого необходимо, первое, рассчитать коэффициенты эластичности спроса при каждом изменении цены, обозначим эластичность символом «э». Второе – выделить на кривой спроса участки с эластичным, неэластичным спросом, а также со спросом с единичной эластичностью. Вычислить эластичность для выделенных участков, дать экономическую интерпретацию полученных значений эластичности. Известно, что если «э» больше единицы, то спрос эластичный. Если «э» меньше единицы, то спрос неэластичный. И если «э» коэффициент эластичности равен единице, то он как бы нейтральный. Ну, мы знаем, что для того, чтобы нам определить эластичность спроса, для этого надо рассчитать отношение прироста или уменьшения спроса к приросту или уменьшению цены. То есть дельта «ку» на дельта «с». Ну, дело в том, что в данном случае знак минус или плюс, вы знаете, вероятно, это не имеет значения. И берутся чисто абсолютные значения без знака «плюс» и знака «минус» и рассчитываются в процентах. Следующий пункт маркетингового подхода к ценообразованию следующий. Определить для каждого объема производства реализованной продукции валовую выручку, обозначим символом «В», как общий доход, полученный от продажи всей продукции. Для того, чтобы рассчитать валовую выручку, предлагается составить таблицу со следующими графами. Первая – это период времени. Вторая – «п» – цена, единица измерения. Следующая – «ку» – это «п» – это единица измерения цены, «ку» – единица измерения объема. Когда мы говорим «п», это может быть тысячи рублей, миллионы или долларов, а «ку» – это объем. И, наконец, валовая выручка – это единица измерения валовой выручки. И изменение валовой выручки в маркетинговом анализе ценообразования обязательно необходимо увязать с эластичностью спроса. Затем у нас наступает такой этап, когда мы должны проанализировать изменение поведения потребителей в зависимости от характера спроса. Здесь в графе характер спроса. Эластичный – более единицы. При снижении цены значительно повышается объем закупок, и выручка растет. То есть мы с вами уже установили связь выручки с показателем эластичности. При росте цены значительно снижается объем закупок, соответственно, выручка падает. Единичная эластичность – «э» равно единице. Темпы роста спроса равны темпам падения цены. Выручка в данном случае неизменна. Здесь темпы снижения спроса равны темпам роста цены, когда у нас эластичность равна единице. И выручка не изменяется. И, наконец, неэластичный спрос. Эластичность меньше единицы. Темпы роста спроса меньше темпов снижения цены. Выручка падает. Темпы снижения спроса меньше темпа роста цен. Выручка растет. Вот хочу обратить ваше внимание на то обстоятельство, что, как правило, всегда в различных тестах, контрольных заданиях будут встречаться вопросы о изменении поведения потребителей в зависимости от характера цены равным образом, как и изменение валовой выручки в зависимости от характера эластичности спроса. То есть вот эти закономерности нам об этих закономерностях, общих закономерностях нам нужно помнить. Хотя, конечно, бывают в экономике такие ситуации, когда, например, растет доход населения или, скажем, у нас инфляционные ожидания. И тогда, возможно, возникает рост спроса даже при росте цены. Но это, естественно, уже особый предмет анализа. Тем не менее, вот так сказать, фундаментальные принципы, первые принципы анализа – это анализ эластичности спроса, поведения потребителя и характера изменения выручки, валовой выручки. Следующий этап, четвертый, в маркетинговом ценообразовании. Используя данные фирмы по составу и величине издержек, необходимо рассчитать постоянные издержки на единицу продукции, переменные издержки на единицу продукции, полные издержки на единицу продукции. И здесь величина, здесь показатель Q, объем, объем производства. Итак, под издержками фирмы понимаются те затраты, которые она несет в процессе производства и сбыта товаров. Напомню вам, что постоянные издержки – это те, которые не зависят от уровня производства. Например, аренда помещения, оплата труда, соответствующие социальные отчисления управленческого персонала, амортизация основных фондов и так далее. Переменные, меняющиеся в зависимости от числа производимых единиц товаров. Например, затраты на приобретение сырья, материалов, полуфабрикатов, заработная плата производственных рабочих, отчисления на социальные нужды производственных рабочих и так далее. Пример графика валовых издержек дается здесь на слайде. Здесь мы видим валовые полные издержки, валовые, вот прямая эта линия, валовые постоянные издержки и, наконец, валовые переменные издержки. Итак, это график валовых издержек. Здесь на данной оси валовые издержки, а здесь объем производства Q. Затем, используя, как я уже сказала, данные фирмы по составу и величине издержек, мы можем рассчитать издержки на единицу продукции. Расчет на единицу продукции. То есть мы берем период времени издержки на единицы продукции, постоянные, переменные или полные. Это полученные типы издержек, просто мы делим с вами на имеющийся у нас объем производства. И переходим теперь к пятому этапу маркетинговой системы ценообразования. Мы определяем динамику валовой прибыли. Для этого вот составляем определенную таблицу, где в графах будет указано, как она определяется. Итак, первая графа – это период времени, год, месяц, неделя и так далее. То есть тот период, который мы берем в основу анализа. P – цена, единица измерения – тысячи, миллионы рублей, доллары или какая-то иная валюта. Q – единица измерения – метры, штуки, килограммы и прочее. Валовая прибыль на единицу, единица измерения – тоже прибыль у нас исчисляется в денежной форме. Это нужно графу вторую перемножить на графу третью, то есть P умножить на Q, и мы получаем валовую прибыль. Затем валовые постоянные издержки. О них мы уже говорили выше, рассматривали на предыдущем слайде. В определенной единице измерения, естественно, в денежных, в денежном выражении. Затем валовые переменные издержки. Определенная единица измерения. Затем валовые полные издержки. Для этого мы графу пятую складываем с графой шестой. Это графа седьмая у нас. Валовые полные издержки. И, наконец, валовая прибыль. Валовая прибыль – это графа четвертая. То есть валовая прибыль. Простите, здесь у нас выручка, здесь у нас валовая прибыль. Валовая прибыль у нас графа четвертая минус… Графа четвертая выручка минус графа седьмая. Валовые полные издержки. Итак, графа четвертая, где у нас цена умножается на Q, мы получаем общую выручку. И для того, чтобы определить валовую прибыль, мы из графы четвертой, из полной выручки, вычитаем графу седьмую. То есть валовые полные издержки равные сумме валовых постоянных плюс валовых переменных издержек. Полученные результаты целесообразно проиллюстрировать графически. Для этого в системе координат, в системе координат, где на одной оси у нас откладывается объем, а здесь валовые полные издержки, мы строим зависимость валовых полных издержек от объема производства. Здесь можно выделить область между этими кривыми, которая соответствует прибыльным объемам производства зона прибыли при соответствующем уровне цен и зона убытков, и найти так называемую точку безубыточности. Вот здесь у нас указана зона прибыльности. Вот зона прибыльности в точке А при определенном уровне цен. Здесь можно видеть такие закономерности. При нулевом выпуске продукции валовые полные издержки могут быть больше нуля, так как существуют постоянные издержки, независимые от объема производства. Например, прошлое обязательство – амортизация. При малых объемах КУ валовые полные издержки, как правило, увеличиваются незначительно, что связано с большими затратами на начальной стадии организации производства, а затем темп роста издержек сокращается. Действует эффект экономии на массовом производстве. При высоком уровне КУ валовые полные издержки могут вновь круто возрастать в следствии действия закона уменьшения доходности, усложнения управления производством. Следующий этап у нас – это уже шестой этап, очень важный. Здесь встречается понятие жизненного цикла продукта, с которым вы будете соприкасаться практически весь период изучения курса маркетинга. Итак, мы определяем динамику цен в зависимости от жизненного цикла продукта. Для этого первоначально строим графики зависимости объема выручки и валовой прибыли в зависимости от времени, от какого-то временного периода. Определяем, какие стадии жизненного цикла продукта прошел товар фирмы. Далее, учитывая цели фирмы, выбираем стратегию ценообразования и назначаем цену для каждой стадии жизненного цикла продукта. Итак, для этого мы проектируем цену по стадиям жизненного цикла продукта. Вот, так сказать, модель проектирования цены дана на приводимом слайде. Здесь проектирование цены по стадиям жизненного продукта. В первой графе указывается период времени, год, месяц и так далее. Далее, стадии жизненного цикла продукта. Далее, цель фирмы. В следующей графе стратегия ценообразования и, наконец, цена товара. Итак, я повторяю, период времени, стадии жизненного цикла, цель фирмы, стратегия ценообразования и цена товара. Надо сказать, что когда мы анализируем и строим цены, исходя из жизненного цикла продукта, то целесообразно принять во внимание анализ существующей динамики цены товара, которые были у нас сделаны, все, что было заключено, сделано у нас на предыдущих, сделано на предыдущих этапах. Здесь, в частности, здесь мы при детальной проработке вот шестого этапа исследования ценообразования продукта возможно, у нас реализация вот схемы, которая представлена на данном графике. В частности, какая у нас может быть ситуация? Здесь цель фирмы при выборе стратегии формирования цены может быть различной. Например, продажа по любой цене, когда товар вообще не пользуется спросом, или увеличение доли рынка, или максимальная прибыль в кратчайший срок, например, известный вам для такого товара, который известен вам как дойная корова, или выход на новые рынки, или стимулирование спроса на новый товар, ограничение спроса и тому подобное. На стадии спада, вот стадия спада на слайде, на стадии спада может быть значительное уменьшение цены, вот в период времени, чтобы сделать товар доступным для тех категорий покупателей, которые из-за высокой престижной цены не могли его приобрестить ранее. Это стратегия, основанная на спросе. Однако следует проанализировать, чувствителен ли спрос к цене. Это мы с вами смотрели на предыдущих слайдах. И в рамках разработанных ценовых стратегий можно предусмотреть систему скидок для покупателей, например, за платеж наличными и за количество закупаемого товара, использовать неокругленные цены и так далее. Теперь мы уже коснулись с вами жизненного цикла товара и достаточно детально, подробно рассмотрели с вами все факторы, влияющие на формирование цены. Теперь мы с вами остановимся на таком вопросе, как концепция жизненного цикла товара, как критерий выбора маркетинговой стратегии. Итак, как критерий выбора маркетинговой стратегии. Дело в том, что стратегия маркетинга – это многоаспектный процесс. Скажем, на стадии внедрения и роста можно использовать стратегию проникновения и покрытия издержек. Можно использовать стратегию выборочного проникновения. Можно использовать стратегию широкого проникновения, стратегию пассивного маркетинга, стратегию интенсивного маркетинга, стратегию резкого увеличения своей доли рынка, и, наконец, стратегию дифференциации или резкого различия товаров по различным характеристикам. В этой связи существуют различные стратегии, вот мы сказали, для внедрения и роста. А теперь стратегия для стадии роста и зрелости. Здесь следует отметить такие, как стратегия варьирования элементами маркетингового комплекса. Следующее. Стратегия поиска нетрадиционных рынков сбыта. Стратегия модификации товаров. Стратегия низких издержек. Стратегия специализации. Надо сказать, что каждая из этих стратегий, конечно, требует... Каждая из этих стратегий требует особого подхода и сама по себе, конечно, требует отдельного изучения. Скажем, стратегия специализации. Вот это очень интересный такой блок. Когда мы говорим о специализации на стадии роста и зрелости, то здесь очень важной является проблема выбора однопродуктовой или многопродуктовой фирмы. Дело в том, что когда речь идет об однопродуктовой фирме, тогда мы имеем дело с предприятием, у которого практически на рынке нет конкурентов. Как только появляется конкурент, положение однопродуктовой фирмы на рынке становится весьма неустойчивым. В то же время целесообразность много, двух или трех продуктовой фирмы тогда очевидна, когда речь идет о том, что имеющуюся технологию можно использовать для производства одного или для производства другого продукта. Например, если фирма производит какие-либо, скажем, пластиковые изделия, то эту же технологию можно в определенные сезоны использовать для выпуска минеральных удобрений. То есть здесь, конечно, я просто бегло называю вам вот те термины, понятия, все многообразие стратегий, чтобы вы обратили на них внимание. Ну, конечно, каждый из них заслуживает особого изучения. Когда мы говорим о стратегии на стадии зрелости и насыщения, то здесь выбираются следующие стратегии. Например, стратегия поддержания объема сбыта на определенном уровне. Стратегия производственной диверсификации. Ну, производственная диверсификация тоже – это очень интересный процесс в маркетинге, на котором в практическом маркетинге я прошу обратить особое внимание. Потому что производственная диверсификация – это такая ситуация, когда у нас, скажем, предприятие, производящее автомобили, может выпускать холодильники, может выпускать посуду, может выпускать, скажем, инструменты и прочее. Это часто фирмы делают для того, чтобы закрепиться на рынке, для того, чтобы присутствие данной фирмы ощущалось по широкой палитре, по широкому ассортименту товаров. Далее я хочу вам указать стратегию добавления характеристик товара. Да, это уже было сказано, и я вот остановила ваше внимание. Опять стратегия производственной диверсификации или вот стратегия просто, стратегия диверсификации. Когда мы говорим просто о стратегии диверсификации, здесь идет о диверсификации применительно не столько производства, сколько, скажем, к продажам. Далее у нас наступает стадия спада. Когда мы говорим о стадии спада, то здесь целесообразны следующие стратегии. Стратегия ликвидации деловой активности. То есть здесь надо постепенно свертывать имеющееся производство и переходить уже на некий новый модифицированный продукт. Здесь может также стратегия увеличения затрат для того, чтобы повысить объем продаж, увеличить сбыт, находить какие-то новые интересные формы или, скажем, подарки покупателям, заинтересовывать их какими-то такими интересными способами привлечения в магазин. Или, и, наконец, на стадии спада, возможно, полная стратегия снятия товара с производства. Итак, мы с вами рассмотрели различные виды стратегий, хотя, конечно, этим, так сказать, стратегии далеко не... Все виды стратегии далеко не исчерпываются. В частности, важнейшими, скажем, важнейшими моментами в маркетинговой стратегии является, бесспорно, это стратегия позиционирования и стратегия сегментации рынка. Итак, я повторяю, стратегия позиционирования и стратегия сегментации рынка. Итак, стратегия сегментации рынка. Здесь, конечно, представлено в самом общем виде вот такой рисунок, характеризующий стратегию, некоторые стратегии сегментации рынка. Ну, сегментации рынка, но хочу, прежде чем важнейшие вопросы здесь отметить, хочу сказать, что сегмент рынка – это часть рынка, часть какая-то рынка, группы потребителей продуктов, обладающих определенными сходными признаками и существенно отличающихся от всех других секторов рынка. Иначе говоря, это деление рынка на определенные группы покупателей, каждому из которых может потребоваться отдельный товар. Цель сегментирования – выявить у каждой группы покупателей сравнительно однородные потребности в продукте или в продуктах и в соответствии с этим ориентировать товарную, сбытовую политику и сконцентрировать на наиболее перспективных направлениях, получить возможность работать с отдельной категорией лояльно настроенных потребителей, более четко и направленно проводить маркетинговую политику, упростить свою организационно-управленческую структуру, повысить конкурентоспособность на рынке. И вот выбор на основе сегментирования рынок у нас будет называться базисным рынком. Итак, повторяю, базисный рынок – это выбранный на основе сегментирования наиболее важный для данного товаропроизводителя рынка. В целом маркетинговое сегментирование полностью подчинено стратегическим целям данной фирмы. С другой стороны, и результаты сегментирования позволяют уточнять и даже менять стратегии, цели, вносить определенные корректировки. Вот один из наиболее основных аспектов сегментирования рынка и последующего выбора сегмента или сегментов – определение степени охвата рынка. Вот это дается на прилагаемом слайде. При этом могут быть использованы три вида маркетинга, о которых я уже упоминала. Недифференцированный маркетинг, дифференцированный маркетинг и концентрированный маркетинг. Недифференцированный маркетинг – это работа на всем рынке с одним и тем же товаром, с использованием от того и того же набора маркетинговых средств воздействия на рынок и покупателей. Дифференцированный маркетинг – это работа на нескольких сегментах рынка с предложением им разнообразных товаров и различных наборов средств формирования спроса и стимулирования сбыта, известное вам понятие «фостис». Обращаю ваше внимание на это понятие, часто встречающееся в практическом маркетинге. Цель такого маркетинга, имеется в виду дифференцированного маркетинга, более полное освоение каждого из выбранных секторов и расширение на этой основе сбыта и получаемой прибыли. Наконец, концентрированный маркетинг – это концентрация усилий по сбыту продукта на одном сегменте, на неком малом сегменте рынка. Такую маркетинговую стратегию обычно предпочитают фирмы с ограниченными ресурсами. При этом существует при концентрированном маркетинге высокая степень риска, поскольку в случае вытеснения фирмы из данного сектора конкурентам она вообще лишится устойчивых позиций на рынке. На выбор стратегии охвата рынка влияют такие факторы, как размеры или ресурсы фирмы, степень однородности производимых продуктов, фазы уже известного вам жизненного цикла товаров, степень однородности самого рынка, то есть однородности спроса потребителей, стратегические замыслы и практическая деятельность основных конкурентов. И вот когда мы говорим о сегментации рынка, мы должны, конечно, сказать и о некоторых критериях и принципах сегментации рынка, ведущими для рынков промышленных товаров, является сегментация по выгодам и поведенческая сегментация. Сегментация по выгодам – это классификация клиентов по типу производства или по конечному использованию товаров. Описательная или демографическая ситуация. Она основана на критериях промышленных предприятий. Географическое положение, размер. И тут задача поведенческой сегментации. Адаптация стратегии сближения с предприятием-потребителем с учетом структуры и особенностей функционирования данной фирмы. Ну, это когда мы говорим о сегментации при сегментировании рынка промышленных товаров. А теперь я хочу коротко также остановиться и на сегментации товаров личного пользования, что, конечно, чрезвычайно важно для всех нас с вами, как потребителей, ну, и в деятельности маркетолога, работающего с индивидуальными потребителями, а это ведь занимает огромную долю нашего рынка, то обращаю ваше внимание в сегментацию рынка товаров личного пользования. Здесь следует учитывать экономические факторы. Это уровень доходов, потребление товара, обеспеченность жильем, возможность использования кредита, обеспечение платными и бесплатными услугами, льготы различным категориям населения. Социальные и демографические факторы. Это национальность, религия, пол, возраст, семейное положение, состояние здоровья, принадлежность к определенной социальной группе, уровень общей и профессиональной культуры. Политические факторы. Это тип политической структуры власти, степень политической стабильности, активность политических сил, направленность политики и ее предсказуемость. Географические факторы. Географические факторы. Это часть света, страна, регион и субрегионы страны. Природно-климатические условия. Психологические факторы. Это отношение различных групп потребителей и покупателей к товару, его изготовителю, покупке, ко всему новому, к рекламе, престижу, отношению к здоровью и прочее. Вот здесь именно психологические факторы как раз учитывают наши маркетологи российские, когда постоянно, скажем, на радио России у нас идет постоянная реклама лекарств, биодобавок и всяких приборов, якобы, ну, может быть и возможно это так, которые вылечивают от множества заболеваний. То есть вот люди, которые с большим вниманием относятся к своему здоровью, это как раз вот их рынок, именно на них и направлена сегментация товаров личного пользования, как правило, здесь получен, получается очень большой доход. И, наконец, потребительские мотивы. Это цена, качество товара, обслуживание, это экономические мотивы, совместимость товара с приобретенными ранее товарами, марка и какие-то некие профессиональные, некие профессиональные мотивы. Итак, теперь мы переходим к такому важнейшему вопросу, как позиционирование товара. Потому что выбрав товар, мы должны его еще позиционировать. И вот наряду с сегментацией позиционирование является также важнейшим этапом деятельности маркетолога. Выбирая целевой сегмент, сегменты, товаропроизводитель должен решить непростую задачу. Какую долю занять на каждом сегменте? И вот решению этой задачи во многом и помогает позиционирование. Однако при наличии на целевом секторе значительной конкуренции, позиционированию обязательно предшествует определение позиций всех основных конкурентов. Итак, позиционированию должно обязательно предшествовать определение позиций всех основных конкурентов. С учетом позиции, занимаемой конкурентом, после того, когда уже сегмент выбран, фирма может использовать два варианта. Итак, мы с вами осуществили возниженный этап, мы выбрали сегмент и позиционировали всех своих конкурентов. И тогда мы можем выбрать определенные стратегии с учетом позиций, занимаемых конкурентами. И здесь возможны два варианта. Первый вариант – это позиционировать себя рядом с конкурентом и начать конкурентную борьбу за долю на рынке. Успеха можно, однако, добиться при определенных условиях. Первое условие, вот когда мы решаем этот первый у нас вариант, фирма располагает более значительными ресурсами, чем конкурент. И второе, второе, к этому же, к первому, фирма может выйти на рынок с продуктом, потребительская ценность которого превосходит аналог конкурента. Третье, это все к первому пункту. Рынок достаточно емкий, чтобы вместить двух конкурентов или более. Четвертое, избранная позиция в максимальной степени соответствует возможностям конкурентных преимуществ фирмы. Наконец, второй вариант. Я напоминаю, что мы позиционировали наших конкурентов, определили их позиции после того, когда определили свой сегмент. Мы можем создать продукт рыночной новизны и выйти с ним на рынок, если отсутствует конкуренция. Итак, успех в этом случае можно добиться тоже при определенных условиях. Первое, наличие значительного технического задела. Второе, экономические возможности реализации проекта при определенном уровне цен. А мы уже рассчитали с вами уровень цен. Третье, достаточно число потенциальных покупателей, которые предпочтут новый товар. Ну, существуют различные типы позиционирования, но все они, все типы позиционирования у нас все-таки объединены стремлением выделить товар таким образом, чтобы он выгодно отличался в представлении потенциальных потребителей от аналогичных товаров, конкурентов, повышенными или совершенно новыми потребительскими характеристиками. Поэтому при проведении, мы сейчас с вами говорим о позиционировании, при поведении позиционирования, необходимо соизмерять позицию товара, к которой стремится фирма, с его объективным качеством и потребительской ценностью, а также с возможностями фирмы произвести товар в соответствии с ожиданиями потребителей. Оценки товара в целом и его отдельных характеристик, естественно, могут различаться. Однако важных, во-первых, чтобы различие не было значительным, а во-вторых, чтобы оно не затягивалось во времени. Фирма должна убедить потенциальных покупателей, что они занижают качество товара, либо модернизировать товар с целью повышения его потребительской ценности в соответствии с требованиями реальных и потенциальных покупателей. Итак, мы с вами рассмотрели важнейшие моменты, связанные с позиционированием и с сегментированием рынка. Теперь в соответствии с планом нашей лекции я хочу остановить ваше внимание на известном вам и, тем не менее, постоянно встречающемся при решении различных задач, при необходимости создать определенные логические схемы или выработать определенное практическое решение, или дать правильный опрос в тесте. Это речь идет у нас о так называемом свод анализе. Итак, что такое, прежде всего, вообще анализ бывает из известных самых таких. Это ситуационный и вот свод анализ. Надо сказать, что ситуационный анализ – это очень сложный такой момент, сложный момент, если мы говорим именно о ситуационном анализе. Это ревизия всех внутренних ресурсов предприятия, использование внешних и привлеченных средств, соотнесение всех ресурсов, мы говорим о ситуационном, всех ресурсов внутренних и привлеченных с выявленным спросом на конкретном рынке. Итак, вы уже поняли, что ситуационный анализ – это дело дорогостоящее. И его проводят, когда ухудшается положение предприятия, например, снижается объем продаж, уменьшаются доли рынка, доли прибыли. Или такой момент, когда руководство ставит новые цели и когда требуется реализация ресурсов. И здесь, естественно, необходимый внешний и внутренний ситуационный анализ, когда нужно множество ресурсов, множество источников информации об экономическом предприятии, положение не только своего, но и предприятий конкурентов, рынки сбыта, наличие необходимых транспортных путей, политическая, экономическая, налоговая, законодательная и прочая база. И, естественно, этот, конечно, приходится проводить ситуационный анализ в крайнем случае. Однако свод анализ именно занимает ведущее место в разработке маркетинговых стратегий. Вот я хочу вам показать это место на схеме, место и роль свод анализа в общей схеме разработки маркетинговых стратегий. Ну, прежде всего, конечно, я должна вам напомнить, что же такое свод анализ. Это английская аббревиатура от соответствующих понятий, которая включает такие моменты. То есть свод анализ – это краткий документ, в котором рассматриваются слабые и сильные стороны предприятия. Анализируются возможности предприятия. Вскрываются причины эффективной или неэффективной работы. Анализируется соотношение достоинств и недостатков предприятий и конкурентов. И, наконец, определяется степень восприимчивости к внешним факторам. Итак, у нас такое взаимоотношение. Ситуационный анализ плюс свод анализ плюс цели и стратегии фирмы. Это взаимодействие свод анализа, это как бы промежуточный этап между ситуационным анализом и между целью и стратегией фирмы. Это общий комплекс, который дает окончательный анализ, соответственный и прогноз фирмы. Итак, я еще раз возвращаю к этому слайду. Давайте посмотрим здесь более наглядно место и роль свод анализа в общей схеме разработки маркетинговой стратегии. Итак, поставлены цели предприятия. Сформулировав цели, мы переходим к ситуационному, это внешнему анализ, как я сказала, информации о состоянии экономики в целом, положении данного конкретного предприятия. И когда мы проводим ситуационный внешний анализ, наиболее типичными вопросами являются, сможем ли мы удовлетворить потребности рынка без кардинальной реорганизации предприятия. Есть ли у нас конкуренты, есть ли у них то, что нет у нас, существует ли угроза деятельности предприятий на угроза деятельности предприятий со стороны законодательной системы. Если речь идет о неких переменных, которые относятся к внутреннему, так сказать, анализу и полностью находятся под контролем предприятия, это какой уровень подготовки у наших менеджеров по продажам, насколько современно наше оборудование, на должном ли уровне наши товары или их превзошли конкуренты. И цель внутреннего ситуационного анализа – оценка ресурсов предприятия по отношению к окружающей среде и ресурсам, по отношению имеющимся ресурсам и всесторонний анализ продукта, предлагаемого на конкретный рынок. Основное внимание при этом должно уделяться тому, что предприятие может предложить потребителю, то есть тем факторам, которые связаны здесь именно со сбытом и прибыльностью продукции, ее достоинствами и недостатками, возможностями продвижения товаров и так далее. И вот, наконец, здесь же тоже, как я уже говорила, в этой цепочке, которая у нас была указана на слайде, вот здесь вместе этот комплекс, сюда мы вкладываем SWOT-анализ, слабые и сильные стороны предприятия, анализ возможностей, причины эффективной и неэффективной работы. И далее еще раз мы уточняем маркетинговые цели предприятия и, так сказать, маркетинговые стратегии вырабатываем. И маркетинговые стратегии, и также маркетинговые программы. Итак, маркетинговые стратегии и маркетинговые программы. Надо сказать, что и тот, и другой, конечно, вопрос, касающийся маркетинговой стратегии, скажем, они могут совершенно различны. Цели и стратегии маркетинга позволяют определить основные направления развития всех подразделений предприятия, а также объем и структуру внешнеэкономической деятельности и цели экспортного маркетинга. Например, по целям экспортного маркетинга понимают конкретизацию общих требований коллектива предприятия к экспортной деятельности. Можно тут вообще маркетинговые, как вы знаете, но я хочу вам напомнить, маркетинговые цели предприятия делятся на долгосрочные, краткосрочные и ранжируются по степени приоритетности. Скажем, представители высшего иерархического уровня управления разрабатывают долгосрочные цели. На других уровнях управления формируются более конкретные цели, рассчитанные на короткий период времени, то есть довести информацию о новом продукте до конкретного рынка, изменить отношение потребителя к тому или иному продукту, увеличить объем продаж конкретного товара, выйти на определенный уровень прибыли к конкретному сроку и другое. И вот цели маркетинга и составляют основу для разработки стратегии маркетинга. А стратегии разрабатываются на базе информации, полученной в результате комплексного исследования сбыта продукции, рынка сбыта, изучения внешней среды, в которой действуют предприятия, и данных, характеризующих ресурсы предприятия. Например, маркетинговая стратегия по выбору продуктов и рынков на более низком уровне, на уровне производственного подразделения, становится уже маркетинговой целью. А способы достижения этих целей с помощью маркетинговых предприятий становятся маркетинговыми стратегиями. На более низком уровне появляются цели, связанные, например, с рекламой. Роль стратегии здесь будут играть соответствующие оперативные программы и сметы расходов. Таким образом, когда мы говорим о маркетинговых стратегиях, маркетинговых стратегиях предприятия, то вырастает некое иерархическое дерево целей и стратегий, охватывающих всю структуру предприятий. И вот, так сказать, это дерево целей и стратегий будет вам предложено тоже среди прочих заданий построить к следующему заданию. Итак, еще раз возвращаю к этому слайду. Вот ситуационный анализ плюс SWOT-анализ и плюс цели и стратегии. Теперь я хочу перейти непосредственно к домашнему заданию, к домашнему заданию, как следует это из нашей программы. Причем ответы на задания вы можете прислать по системе IP Helping. Итак, повторяю, по системе IP Helping вы можете прислать ответы на задания. Итак, первое задание. Создать логическую схему взаимодействия маркетинговых целей и стратегий. Итак, первое задание. Создать логическую схему, построить логическую схему взаимодействия маркетинговых целей и стратегий. Здесь просто чисто логическая схема. Хотя она достаточно сложная, потому что, как я уже сказала, то, что является целью на одном уровне, на нижнем уровне, скажем, на высшем, будет стратегией. И может быть и наоборот. Но вы создаете такую схему, которая, как вам кажется, наиболее отвечает взаимодействию всех частей ситуационного анализа, включающего и свод-анализ, и в результате которых можно определить цели и стратегии фирмы. Второе задание будет, оно уже потребует нескольких некоторых арифметических действий. Итак, это вам надо будет записать. Итак, задание. Вот, пожалуйста, вам нужно записать вот эту табличку. Я вам ее продиктую, если она недостаточно видна. Мы, здесь представлено на этом слайде, различные ситуации на рынке консервированного зеленого горошка. В первой графе цена в рублях. Во второй объем спроса миллион банок в год. И третий объем предложения миллионы банок в год. Я буду диктовать, буду диктовать вам цифры последовательно по каждой колонке. Итак, цена в рублях. Диктую. 8, 16, 24, 32, 40. 8, 16, 24, 32, 40. Объем спроса в миллионах банок в год. 70, 60, 50, 40, 30. Повторяю. 70, 60, 50, 40, 30. Объем предложения. Третья колонка. Объем предложения на рынке консервированного зеленого горошка миллионы банок в год. 10, 30, 50, 70, 90. Повторяю. 10, 30, 50, 70, 90. Итак, в чем же состоит задание? Заданий будет несколько. Первое. Изобразить на основе предложенных данных кривую спроса и предложения на рынке зеленого горошка. Второе. Второе задание. Если рыночная цена за одну банку равна 8 рублей, то, что характерно для данного рынка? Излишки или дефицит? Итак, если рыночная цена за одну банку равна 8 рублей, то, что характерно для данного рынка? Излишки или дефицит? Третье. Если равновесная цена составит 32 рубля, то, что характерно для данного рынка? Излишки или дефицит? И каков их объем? Итак, если равновесная цена составит 32 рубля, что характерно для рынка? Излишки или дефицит? И каков их объем? Четвертое. Чему равна равновесная цена на данном рынке? Как вы помните, речь идет о рынке консервированного зеленого горошка. Итак, чему равна равновесная цена на этом рынке? Далее. Пятое задание. Рост потребительских расходов повысил потребление консервированного горошка на 15 миллионов банок при каждом уровне цен. Каковы будут равновесная цена и равновесный объем производства? Итак, рост потребительских расходов повысил потребление консервированного горошка на 15 миллионов банок при каждом уровне цен. Каковы будут равновесная цена и равновесный объем производства? В шестое задание. Как влияют перечисленные в таблице изменения на спрос и предложение? Поэтому я хочу вас вернуть к таблице и повторить задание для тех, кто что-то не успел дописать. Итак, мы рассматриваем различные ситуации на рынке консервированного горошка. Цена, объем спроса – миллионы банок в год, объем предложения – миллионы банок в год. Я еще раз пройдусь по этим цифрам. Цена 8, 16, 24, 32, 40, 70, 60, 50, 40, 30, 10, 30, 50, 70, 90. Вам предлагается изобразить кривую спроса и предложения. Второе. Если рыночная цена за одну банку равна 8 рублей, что характерно для данного рынка – излишки или дефицит? Третий. Если равновесная цена составит 32 рубля, что будет характерно для этого рынка – излишки или дефицит? И каков их объем? Чему равна равновесная цена на данном рынке консервированного зеленого горошка? И задание. Повторяю, рост потребительских расходов повысил потребление, то есть объем спроса повысил, на 15 миллионов банок при каждом уровне цен. То есть здесь будет плюс 15 миллионов, здесь плюс 15 миллионов спроса, 50 плюс 15, соответственно 65, здесь будет плюс 15, 55, здесь плюс 30, будет 45. Но цена при этом осталась прежней. Какова будет равновесная цена и равновесный объем производства? И, наконец, как влияют перечисленные в таблице изменения на спрос и предложение? Это вот, это, так сказать, это второе задание. А когда вы будете делать первое задание, то прошу вас обратить особое внимание на то обстоятельство, что при разработке стратегии товара, когда вы будете… Первое задание – это создать дерево целей, да, дерево целей, взаимодействие целей и стратегии. Итак, повторяю, первое задание – это взаимодействие целей и стратегии. Ну, хочу здесь вам небольшую подсказку. Например, для того, чтобы упростить и, так сказать, разобраться в этом задании, дело в том, что вы можете цель поставить любую. Например, если вы поставите цель увеличить прибыль на вложенные средства, то цели фирмы будут увеличить прибыль, увеличить выручку, одновременно снизить объем капиталовложений и снизить объем издержек. А маркетинговые цели будут увеличить количество потребителей, использующих оборудование фирмы, для увеличения арендной платы, повысить коэффициент использования действующего оборудования, повысить ставки за пользование оборудованием. Сюда же можно включить в маркетинговые цели продать больше основного оборудования, продать больше вспомогательного оборудования, увеличить срок службы маркетинга. Отсюда стратегия маркетинга – приспособить оборудование к потребностям покупателей. Цель избыта – дать обоснованные рекомендации потребителей. Что потребует стратегия сбыта? Стратегия сбыта потребует у нас изучение требования потребителей. Цель рекламы – получить заявки на консультации для консультантов по оборудованию. Стратегия рекламы – осуществлять рекламы консультаций по использованию оборудования. Здесь речь идет о предприятии, которое стремится увеличить прибыль на вложенные средства. Хочу вам сказать, и это очень важно, что я вам условно… В маркетинге же не может быть единого решения для любой цели. Если вы поставите цель, скажем, увеличить экспорт, потому что я вам раскрыла цель увеличить прибыль, а если вы, скажем, поставите в качестве цели предприятия увеличить объемы экспорта, естественно, у вас будут и цели фирмы иные, и маркетинговые цели, и, соответственно, и стратегии маркетинга, цели сбыта, и стратегии сбыта, и стратегии рекламы будут различны. Поэтому здесь вам, вот в этом первом задании, дается полный простор творчества. То есть вы сами должны ставить цель, маркетинговую цель, и сформулировать на этой основе иерархию этих целей, и соответствующее определить маркетинговые стратегии. Ну и первый, ответ на первое и второе задания, пожалуйста, как я уже сказала, присылайте по системе IP-HELPIC. Мы будем ждать ваших ответов. На этом материал исчерпан. Все вам доброго и благодарю за внимание.